Обл. избиркомин заявили, что выборы в регионе прошли без существенных нарушений. В Татарске оштрафовали на тысячу рублей шестерых человек, которые на асфальте у избирательных участков рисовали логотип одной из партий и фамилию ее кандидата. В Новосибирске в день выборов разгорелся скандал с подкупом избирателей пивом. Мы предварительно получили информацию от правоохранительных органов о том, что ими установлено на основании письменных пояснений того продавца, который непосредственно якобы раздавал по три литра пива избирателям, что он таким образом выдал по три литра пива пяти избирателям. Вот весь масштаб этого подкупа. Между тем, в Кемеровской области заявляют как минимум о двух попытках вброса бюллетеней. Одну из них даже удалось зафиксировать на камеру мобильного телефона. Наблюдатели написали заявление в полицию. А в Томской области накладка произошла с комплексами для электронного голосования. Устройство представляет собой сенсорный экран, который избиратель активирует с помощью штрих-кода. Для многих пенсионеров, не освоивших современной технологии, это оказалось слишком сложным. И хотя члены избирательной комиссии были готовы оказать помощь, некоторые люди просто отказывались голосовать. Альтернативы бумажных бюллетеней на таких участках не было предусмотрено. Я не доверяю им. Да. Я доверяю бумажную носить им, где я сама поставлю крестик. Еще бы лучше расписаться. Вот это самое важное. Я в следующий раз не приду голосовать в такие аппараты. Я бы в кабину зашел, поговорил с кем-нибудь, может заматерился бы или что-то там написал бы. А то палец уже кривой стал. Продолжение следует...